Всем привет! Сегодня 11 марта Московской области. Сегодня я буду пекировать сладкие острые перцы. Семена я замачивала 12 февраля. 14 февраля я высевала в эту общую емкость. Прежде чем пекировать, я вам хочу показать всхожие семян. Мои семена здесь сортовые, которые собираю сама, ну а покупные это в основном гибриды. Итак, под номером 1 я высевала сорт сочник. Семена покупные, взошел 100%. Если где-то есть проплешины, это потому что я их сама убирала. Или семена взошли шапочкой, или были уродцами. Под номером 2 у меня дольче итальяна. Семена тоже покупные, но они были очень сильно просрочены. Взошло 4 перца. Один я уже убрала, сейниц. И вот у меня осталось 3. Один совсем маленький. Но я думаю, что я буду высаживать всего лишь 2. Под номером 3 у меня перец айварский. Вот. Взошел 100%. Семена уже собираю свои. Выращиваю этот перец года 3. Замечательный перец. Под номером 4 у меня леся. Тоже. Смотрите, взошла 100%. Семена мои. Где проплешина, вот в этом месте. Я 2 синицы убрала. Они были корявые. Под номером 5. Это прокрафт. Раз, два, три, четыре, пять. Это семена покупные. Гибрид. Всего лишь было 5 семян. Следующий. Джемини. Раз, два, три, четыре, пять. 5 из 5 взошло. Следующий сорт. Этюд. Раз, два, три, четыре. 4 из 5 взошло. Здесь семя не взошло вообще. Следующий сорт под номером 8. Это горизонт. Ну вот видно. Это семена мои. Желтый перец. 100% всхожесть. Один синиец я убрала. Был кривой. Дальше у меня идет. Я думаю, здесь сложно будет разобраться. Но вот эта линия. Это перец рамира. 100% зашел. Семена этого перца собираю сама. Уже выращиваю года 4, не меньше. Дальше здесь идет. Если раскопать. Вот так. Это с одной стороны острый перец. Такой низкорослый. Мелкие перчинки. Очень мне нравится. Тоже выращиваю уже его года 3-4. Но название не знаю. Ну а здесь я сейчас вам поближе покажу. Вот три маленьких-маленьких перчинки. Это у меня сорт вспышка. Высевала 4. Одно семя я потеряла, когда высевала. И вот 100% в общем схожесть. Два отличных сеянца. Один слишком маленький. Буду высаживать всего лишь два. В принципе схожесть 90-8% это точно. Покировать сладкий острый перец. Я буду свои любимые рассадные пакеты. Они по 0,9 литров. Имеют хорошие дренажные отверстия с 4 сторон. Также микроотверстия по всей длине пакета. На первом этапе, когда я буду пикировать из общей плошки пакеты, я сам пакет рассадный подворачиваю. Так как все-таки он большеват. Сеянцы не такие уже большие. А уже по мере роста и по мере того, как перец будет съедать землю, я разверну эти бортики и буду досыпать сюда землю. Почвосмесель, биогумус. Посмотрю, как лучше. Обязательно каждый пакет я подписываю. В качестве этого я использую изоленту белую. Очень удобно она снимается. Землю, как всегда, эту почвосмесь я готовлю заранее. За неделю уже она у меня готова. Почвосмесь это приготовлено с осени мной. Засыпала, пролила раствором аллерина. Ну, за неделю, конечно, земля уже здесь такая, знаете, полусухая. То, что нужно. Эту плошку я пролила вчера, накануне, просто водой. Чтобы удобно было пересаживать. Ну, здесь все очень просто. Беру ложку, подхватываю сенец. Отлично уже они выглядят. Смотрите, по два настоящих листа и уже идет третий-четвертый. Корневая система тоже отличная. Самое время рассаживать. Ну, здесь все очень просто. Делаю посадочную ямку. Устанавливаю сенец. Заглубляю по самой семидольной листики. Чуть-чуть обминаю возле стебля. При пикировке из общей плошки, конечно, я выбираю самый лучший сенец. Поэтому и всегда с запасом высеваю, чтобы было из чего выбрать. Никаких кривых, косых я не рассаживаю. Только самые лучшие. Все это очень быстро, очень просто. Обычно я всегда пикирую так. Сначала, сколько мне нужно, я рассаживаю по пакетам. И только после этого я подписываю пакет, чтобы не запутаться. Номер один, сочник. Все. И каждый пакет я буду сначала рассаживаю, а потом подписываю. Это удобно. Сладкие перцы я пикирую обязательно по одному. А вот острые я рассаживаю по два. Вот мой сорт. Отличные перчики. Очень жгучие, маленькие. Вот я острые перцы сажаю по два штуки. Почему я так делаю? Потому что я острые перцы выращиваю в открытом грунте, в мягких контейнерах. Я уже много раз показывала, как это удобно. И ухаживать. И растут они замечательно. И вынести их. Можно их высадить в теплице, в мягкие контейнеры. А уже когда потеплеет, рано вынести их в открытый грунт. И все замечательно. Они растут. Это уже проверено не один год. По два штуки. В один контейнер. Контейнер, по-моему, 16-литровый. Но этого достаточно, потому что сами кусты, они небольшие. Вот каждый год я высеваю по 6 штук. То есть у меня три контейнера. По два куста в каждом. Этого мне достаточно, потому что перец очень этот сорт плодовитый. На кусту много. Поэтому мне достаточно и в заготовке, и угостить всех, и засушить, и сделать приправы достаточно. Вот сейчас будет третий пакет. Это перец сортовой. К сожалению, название я уже не помню. Был когда-то куплен семенами. Это было давно. Я не записала. Вот так. По два штуки. А вот этот перчик, как он называется, сейчас посмотрю, вспышка. Я его в этом году первый раз посеяла. Вот как раз два кустика здесь хороших. Два сеянница. Я сейчас рассажу по одному. Знаете почему? Потому что хочу его посадить в кашпо. Этот перец. Сейчас ему дам пакет, где земли поменьше. И я его хочу поставить на веранду. Потому что он очень красивый. Маленькие кустики такие. Я думаю, что он на веранде будет красиво смотреться. А может быть даже я этот перец острый, вот этот мелкий, посажу к цветам каким-нибудь. А может даже в открытый грунт возле цветов. Посмотрю, как мне понравится. Я уже говорила, что почвосмесь я готовлю с осени. У меня есть на канале видео рецепт. Я оставлю ссылку. Зайдите, посмотрите. Конечно, земля живая. Так как я землю готовлю заранее. Насыпаю ее в пакеты. Проливаю раствором аллерина. И накрываю черным пакетом. И, конечно, здесь вырастает трава сорная. Потому что земля живая. Травинки. Хоть и пакетом было черным накрыто. Все равно она прорастает. И тут хорошо. Трава прорастает. Я ее в молодом возрасте сейчас убираю. И все. И сорности здесь в пакетах практически не бывает. Ну, там кое-где будет вылазить сорняк. Но это уже по мелочи. Здесь есть все. И биогумус. И компост. В общем, земля живая. Здесь ничего сложного. Травинки уберу. И буду дальше пикировать. Перцы я рассадила. Теперь беру грушу. Я здесь в воде растворила таблетки аллерина. Это биологический фунгицид. Это чтобы избежать гнили, черной ножки. И слегка вокруг стебля проливаю перец. Совсем слегка. Этого будет достаточно. Второй полив я буду делать через дней 5-6. Растворю гумат калия. И пролью уже хорошо перцы. Здесь простая вода из распылителя. Чтобы создать влажность, сверху обработаю по листу обычной водой. Сейчас, конечно, я перцы ставить под лампу не буду. Они у меня сейчас целый день постоят. Вот так на столе. А уже вечером поставлю под лампы. Таким образом, я делаю пикировку сладких перцев, острых перцев, баклажанов, томатов. Все по одной схеме. И прекрасно рассада приживается в этих рассадных пакетах. И замечательный получается урожай. Вот, в принципе, все у меня на сегодня. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал. И всем пока.